Зовут меня Вахид, я из Табриза. Родился в 1987 году. Окончил архитектурный факультет Табридского университета. В 2017 году принял решение переехать в город Анкара, в Турцию. В настоящее время проживаю в Анкаре. В Анкаре я работаю архитектором в частной компании. Из Табриза я уехал в 2017 году для продолжения учебы. Переехал в Анкару. В частности, моя работа завоевала стипендию в одном из университетов Анкары. Переезд имел цель продолжить учебу и найти работу. В Иране существует много причин, усложняющих жизнь. Проблемы с получением образования, востребованностью. Эти причины вынуждают человека покинуть свою землю. Правда, и здесь тоже наша земля. Но Родина все же там. Эти причины, вынуждающие уехать в другую страну, заключаются в ограничениях, существующих в Иране. Безработица, трудно найти заработок. Естественно, я с детства хотел писать, учиться на родном языке. Это желание был вынужден скрывать всю свою молодость, до 25-26-летнего возраста. И одной из причин, почему я выбрал именно Турцию для переезда, заключалась в возможности получения образования на своем языке и, наконец, реализовать это свое внутреннее желание. Я испытывал большие трудности изначально в достижении своих целей. Очень большие трудности. Сам переезд из Ирана сюда, налаживание жизни здесь – все сопровождалось большими трудностями. Но, слава богу, часть цели была достигнута. Одним из самых важных – учеба, нахождение хорошей работы, достигнуть этих целей со временем удалось. Найти разницу между Турцией и Ираном во многих вопросах совсем несложно. Политика Ирана в образовании, в сфере трудоустройства, с точки зрения современных критериев, совершенно не обладает теми возможностями по сравнению с Турцией. Иран в этом сравнении, конечно, проигрывает Турции. Условия работы в Иране, в частности в сфере архитектуры, которая является моей специальностью, в которой я проработал 7-8 лет, с точки зрения работы не может тягаться с Турцией. В Турции разрабатываются межгосударственные проекты, международные и национального уровня. Всего этого в Иране нет. А если и бывают какие-то такого рода международные проекты, то их поручают своим, близким, правительству, людям. На самом деле, когда существует конкуренция между архитекторами, возникает желание работать на архитектурном рынке, возникает желание создавать интересные проекты. Всему этому места в Иране нет. В Турции все наоборот. Компании могут разрабатывать проекты. Вне зависимости от размера фирмы, она может работать над проектами, которые может заполучить на рынке, и может участвовать в жизни страны. Мы здесь прожили уже шесть лет. За это время эта страна стала нам родной. Мы здесь чувствуем себя нужными. Турецкий народ принял нас как своих. Без разницы, наши друзья, коллеги, соседи считали и считают нас своими. Мы с определенной точки зрения рассматриваем Турцию как свою страну. Что касается возвращения в Табриз, конечно, это наша родина-мать. Я мечтаю о Табризе как о свободном, независимом городе, о независимом Азербайджане. Тогда я, наверное, смог бы быть полезен моему Азербайджану. Сейчас я не могу быть ему полезен. Это зависит от политики правительства. Оно не берет меня на работу, не использует мои знания и мемия в преподавании в университете, не придает значения и не оценивает мою работу. Поэтому по нынешнему положению вещей я для своей страны не смогу быть полезен. В будущем, в независимом Азербайджане, я так надеюсь, во всяком случае, я смог бы быть полезен своей земле. Тогда и возвращение было бы возможным. Сначала должны наступить те условия, при которых я смог бы принять это решение. Когда люди слышат слово «эмиграция», то им кажется, что это что-то очень простое, беспроблемное событие. Собрал сумку, забросил на плечо и отправился туда, куда тебе заблагорассудится. Мы тоже вначале так думали, а оно это совсем и так. Мы поняли это, когда уже эмигрировали. До какой степени я не воспринимал бы Турцию как свою страну, все равно есть определенное ощущение чужбины. Когда человек вдали от отца, матери, родных, он испытывает, конечно, тоску. Моя супруга Эшма тоже испытала такую тоску. Наше расставание с домом дались очень долго, и было тяжелым. Когда только переехали, очень часто созванивались с домом по телефону, часто хотели вернуться домой. Но из-за сложного положения там не могли поехать, а наши не могли переехать сюда. С этой точки зрения мы пережили большие трудности. Было время, когда моя супруга из-за чувства одиночества, тоски по родителям, плакала ночи напролет, или хотела быть рядом с родителями, когда она им была нужна. Когда скончались ее дедушка и бабушка, она очень хотела присутствовать на их похоронах и поминках, но не смогла. Не смогла, потому что здесь уже началась новая учебная, рабочая жизнь, и она не могла получить разрешение на отлучку, на пропуск занятий в университете. По этой причине и не смогла поехать. Вот такие трудности вынуждали человека все эти эмоции держать внутри себя. В какой-то момент это внутреннее напряжение вырвалось наружу. Она плакала, или в каком-то пустынном месте начинала громко кричать. Так проявлялось и это напряжение. Она плакала, Если мы будем выявлять причины нынешних событий, то мы должны исследовать столетия, а не только сегодняшний день. Сказать, что религиозное государство плохое, а в период Пехлеви все было хорошо, будет неправильно. Выявлять причины надо с изучения периода правления династии Пехлеви. Весь иранский народ, различные этнические группы этого народа, особенно азербайджанцы, весь Азербайджан подверглись очень большим страданиям и гнету, начиная именно с правления этой династии. Во всех сферах, будь то культура, язык, или любая другая сфера жизни, существовал большой гнет. То же самое и в экономике, и в политике. Во всем причиняли мчение народу. Время от времени различные народы Ирана начинали национально-освободительную борьбу за лучшее будущее, начинали революции. Мы можем отметить эти революционные движения и в период правления Пехлеви, и одна из таких революций положила конец их правлению. И в годы существования исламского государства такого рода события имеют место. А причина в недовольстве людей, недовольство во всех сферах. В настоящее время проблемы связаны с правами женщин, независимостью, уровнем жизни. Но это вопросы, за которыми стоят и другие проблемы. В различных национальных регионах существует большое количество проблем и в Азербайджане, и в Курдистане, и в Белуджистане. Как я и говорил, проблемы есть во всех сферах. В политической сфере, в культурной сфере. Эти сложности создало само исламское государство и не задумывалось о том, чтобы решать их. А реакцию людей на эти проблемы воспринимало всегда как протест, мятеж, национальный бунт. А на самом деле это справедливый протест, который нация выражает в такой форме. В Курдистане, в Курдистане, когда я слышу слово «Азербайджан», мне в первую очередь приходит мысль о художественном творчестве, искусстве Азербайджана. Это связано с моей профессией, с тем, что я архитектор, с тем, что я всегда был связан с творчеством с юности, с молодости до сегодняшнего дня. Поэтому это мои самые первые ассоциации со словом «Азербайджан». Мне приходит мысль о независимости, что придет день по воле Всевышнего, и Южный Азербайджан станет независимым. Как я уже упоминал, в Иране я был в определенной степени связан по рукам, чтобы в полном мире проявить свои способности, свою технику. В Иране по причине этих ограничений я не мог реализовать то, чему обучался, продемонстрировать это. Но после переезда в Турцию я поставил определенные цели и смог их осуществить. Постепенно и сейчас притворю эти цели в жизнь. Поскольку я азербайджанец, и как всякий азербайджанец, младенцем засыпал под азербайджанские колыбельные песни моей мамы, то я знал и говорил на азербайджанском языке с детства. Я вырос с нашим азербайджанским тюркским языком с детства в семье. С нами говорили на родном азербайджанском языке. И сегодня мы говорим на нем. В буквальном смысле, с точки зрения правописания азербайджанского языка, обучения на азербайджанском, этого не было, потому что образование в Медресе мы получали не на азербайджанском. С детства школьное образование у меня было не на азербайджанском языке. В подростковом возрасте я стал сам изучать азербайджанское письмо. Стал читать книги на азербайджанском языке. И продолжаю и писать, и читать на нем по сегодняшний день. Как я уже говорил, ассимиляция является частью политики исламского государства и была частью политики пехлеви. Ассимиляция началась со времен пехлеви. Они представляют страну как единый Иран и в нем нет места другим языкам, другим культурам. Они считают, что если будет языковая независимость, если другим языкам дать площадку для развития, если люди будут говорить и писать на своем родном языке, жить в своей культуре, то это создаст уровень безопасности государства. Но на самом деле все наоборот. Если ребенок с детства не может учиться и говорить на своем языке, то именно это создает угрозу безопасности государства. Здесь все не ограничивается проблем родного языка и культуры. Должны принимать во внимание и экономическую политику Ирана, и культурную политику. Во всех этих сферах есть дискриминация. Если посмотрим на экономику, эта дискриминация выражается в том, что крупные производства размещаются в центральных областях. А на доле Тибриза, Ардевиле или Зенчана выпадает производство шоколада, а в Сфахане производство железа. В таком же виде дискриминация существует и в искусстве, и в экономике. То же самое в культуре. Северный Азербайджан – это наша половинка. Как будто бы разделили яблоко пополам. Половинка на той стороне, другая на этой. Единое, целое, которое разделили. Всегда те, кто жил на той стороне, были нашими братьями и сестрами. Всегда наши сердца бились в унисон с их сердцами, а их с нашими. Я вижу Азербайджан единым. Страна, которая пережила трагедию насильственного разделения. Не хочу сейчас говорить о причине. Разделен, как яблоко. Половинка там, другая половинка здесь. Но в любом случае, это единое целое. Конечно, говорим. У моего отца, у моего брата также была Азербайджан. Азербайджанское влияние. Когда я собирался завести семью, я всегда знал, что женюсь на тюркской женщине. В моей семье все думают так же, как я. Потому что они тоже всю свою жизнь жили под гнётом. Они всегда ощущали этот гнёт. Во всех сферах их жизни. И в культурной, и в экономической. Безработица, проблемы с безопасностью. Во всем они чувствовали эти трудности. Когда я выбирал супругу, я всегда думал о женщине тюркского происхождения. К счастью, моя будущая супруга также разделяла мои взгляды. И она, в свою очередь, хотела построить семью с тюрком. Поэтому у нас в семье, поэтому вопросу трудностей не возникает. Мы дополняем друг друга. У нас в обоих будущего. Продолжение следует... Азербайджан находится в составе Ирана, в границах Ирана, и до тех пор, пока в Иране не восторжествуют принципы демократии, Южный Азербайджан, как и другие национальные регионы Ирана, будет жить в угнетении. Даже может быть, что в Южном Азербайджане будет двойной гнет. Во-первых, по причине отсутствия независимости, отсутствия демократии, а во-вторых, вопрос независимости Южного Азербайджана отличается от вопроса независимости других регионов Ирана. Поэтому, будучи Южного Азербайджана, в том числе, если в Иране не наступит демократизация, если в Иране не будет проводиться современная политика Южного Азербайджана, будет трудно, и будет вдвое тяжелее по сравнению с другими регионами. Субтитры создавал DimaTorzok